Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня долгожданное видео вопрос-ответ. От вас прилетело очень-очень много вопросов, и я с удовольствием сейчас на них на все отвечу. Итак, первое, о чем бы я хотела сказать, потому что это самый задаваемый вопрос, как можно получить привет. В общем, уже экспериментировала, кто следит за моим каналом, очень долго. Сначала я решила делать просто приветы, да, потом оказалось, что вас очень много, и это просто невозможно сделать, с учетом того, что я была уже на девятом месяце беременности. Мне очень было сложно сидеть и делать эти 300 приветов, но я всех предупредила, что до 20-го числа это была акция, я их делала, потом я их закончила, скорее всего, отстрелялась, всем передала приветы, так что если кто-то не нашел свои приветы, ищите, потому что всем, кому я написала, что вы в списке, я всем передала приветы, поверьте. Далее, я думала о том, чтобы, потому что много просили приветы просто так, и при этом писали какие-то мне негативные комментарии. Соответственно, я подумала, что ценности нету, да, просто так просят, а мне на самом деле не так-то легко все это делать, и все это дается. И для того, чтобы вы ценили эти моменты, для того, чтобы вы ценили эти моменты, я поставила просто такую небольшую сумму 100 рублей. Но потом, конечно же, и комментарии были некоторые такие, что недовольны, что сигны платные, да и мой любимый сказал, говорит, ты что, детей собралась обдирать? Ну, я объяснила все, конечно, что это мне не из-за денег, естественно, нужно, а просто, чтобы была ценность тому, что я делаю. В итоге я решила отменить, в общем, платных у нас не будет с вами сигны, я не буду брать за это деньги, но я не буду снимать это все вот так вот, просто так. Я решила, что те, кто хочет получить сигны бесплатно, от меня приветы, у каждого есть шанс. Я буду разыгрывать их в конкурсах, и ближайший конкурс будет на 20 тысяч человек. Я определю, например, 20 человек случайным образом, которые оставят мне под видео свое имя, да, на какую хотят сигну, и все. Я прям даже сниму вам видео этих случайных людей, которые получат свою сигну. Но это будет не так часто, потому что основные подписчики, кому эти сигны не нужны, постоянно это видео, я их каждый день выкладывала, но вы заметили, что я не выкладывала видео, что там просто сигны все эти, да? Я выкладывала какое-то видео интересное для основных подписчиков, и видео сигны для того, кто ждет свои приветы. Поэтому я не оставляла вас без видео, и просто так их не отправляла. Я понимаю, что они не всем нужны. В общем, я с ними закончила, не переживайте. Вот, и все это будет в конкурсе. Так что ждите конкурсы, и в конкурсах буду разыгрывать сигны. Я думаю, что так и мне будет легче. И вам будет приятнее, и платного ничего не будет. Я не взяла ни одной копеечки за это все дело, и не буду брать. Даже в тот период, пока были платные. Так что я ни в кого не взяла. А кто кричал мне, что скинули деньги на телефон, это, конечно же, обман, потому что у меня телефон как был, так и лежал. И я проверяю баланс, ничего там нет. Поэтому не обманывайте меня, пожалуйста. Второе. Хотела попросить вас всех, кто пишет мне в личку в ВКонтакте, такие вопросы, как привет, как дела, чем занимаешься. Я сразу скажу, что на такие вопросы я не отвечаю. Девочки, если у вас есть конкретный вопрос, например, вам нужно дать какой-то совет. Вы можете даже со мной не здороваться. Вот просто привет. Привет. И, ну, вас пишет очень много человек. Вы понимаете, что я и так трачу время на то, чтобы ответить на комментарии. По часу, по полтора сижу для того, чтобы ответить на ваши комментарии. Еще на привет, как дела, чем занимаешься, еще мне 100 человек напишут. Вы понимаете, что это невозможно. Поэтому не обижайтесь. И не задавайте мне такие вопросы. Если у вас конкретный вопрос, что-то вас тревожит, вы прям вот с этим вопросом, прям в лоб мне пишите. Я не обижусь, что вы не поздоровались и не поинтересовались, там, как мои дела и так далее. У меня заведомо все хорошо. Даже если будет все плохо, я никогда об этом не скажу какому-то постороннему человеку, да. Все, что я могу сказать, плохое, хорошее, я все буду говорить в видео и никак не буду писать в личку одному из на сегодняшний день 16 тысяч моих подписчиков. Поймите меня, пожалуйста. Поэтому мне приятнее, когда вы пишете мне вопрос в лоб. Без здрасти и без как дела и так далее. Дальше. Вопросы о сыне. Поехали. Как назвали сынишку? Тоже очень часто задаваем вопрос. У моего зёечка, у вас нет, он икает. Назвали мы его Дэни-Эл. Через две буквы Э, Дэни-Эл, без мягкого знака. Это имя мы придумывали с моим любимым вдвоем. Это единственное имя для мальчика, которое подошло. Для девочек у нас было много вариантов, а для мальчика очень сложно было найти, потому что на самом деле в жизни не так-то много настоящих мужчин. И самая большая проблема была в том, что с именами у нас ассоциации какие-то идут. И вот какое имя ни возьми, то ли у меня плохие ассоциации с этим, то есть я видела нехороших людей с этим именем, то у моего любимого. И это единственное имя, где и в фильмах, и во многих других, вот Дэни-Эл, да, и в жизни. Мы и не встречали таких, да, и если встречали в фильмах, то это были какие-то положительные герои, которые нам нравятся. В общем, это единственное имя, которое нам двоим подошло. Поэтому вариантов у нас просто не было. Дэни-Эл. Какого числа родила? Я родила его 23 сентября. Это последний день Девы. Кстати, Дев я тоже плохих не видела. Они все целеустремленные, в принципе, хорошие. Но вот я еще дам хорошее воспитание, потому что есть Девы с плохим воспитанием. Я дам хорошее воспитание, и у меня будет супер-глупер мальчик. У тебя один ребенок? Да, у меня один ребенок. Это мой первый ребенок, и это вообще супер-счастье. Покажешь ли сына на видео? Нет, конечно же, я не покажу сейчас моего сына на видео, потому что он очень маленький, и представляете, если я скрывала беременность, все, как я своего малыша буду хранить, конечно же, я его пока не покажу. Но все я буду чувствовать интуитивно, потому что в моей жизни все интуитивно. И как только я почувствую, что он у меня окреп, что никакие энергии на него не повлияют, я обязательно вам покажу своего красавчика. Какая реакция любимого, когда сказала о беременности? Ну, для него не особо было это, может быть, удивительно, потому что у нас, мы планировали беременность, мы очень ждали этого малыша. В течение года прям мы переживали за каждый раз, который не получался. У меня будет видео о том, кстати, как быстро забеременеть, так как у нас условия для этого были еще более сложными, чем у других людей. И у него была реакция, первый раз, когда я вообще сказала, что хочу от него ребенка, он там весь не мог стоять, думать и поверить, что так вот происходит. Что такая девушка, как я, хочу от него ребенка. Вот как надо ставить себя. И потом, когда мы начали планировать все, и когда случилось, что да, две полосочки, и я ему сказала об этом, он вообще не мог поверить своему счастью, что это случилось наконец-таки. Потому что после двух-трех неудачных моментов мы уже руки опустились, я говорю, все, давай, не будем прям так сильно. Ну, в общем, я расскажу вам об этом все. В общем, он был счастлив, и счастье было безграничным. Еле стояло на ногах отчасти. Кого хотели больше, мальчика или девочку? Мы с моим любимым в этом очень схожи, потому что, ну, вы понимаете, что если ты хочешь девочку, а родится мальчик, я даже, мне кажется, что эти энергии даже во время беременности, они как-то чувствуются малышом. Поэтому нам было абсолютно все равно, кто будет девочка или мальчик. Нам самое главное, чтобы был здоровый ребенок, и мы будем любить любого. И даже не было такого, что там девочку или мальчика. Родственники у нас, конечно, хотели там девочку, потому что все внуки, но нам было все равно. И у меня такой мальчик, у меня такой красавчик, он так похож на папочку, и если он будет и характером, и вот всем-всем-всем похож на него, я буду только счастлива. Как удавалось скрывать беременность? Ну, я ее сильно не скрывала, прям так, чтобы я не утягивала там ничего, нет, если я выходила на улицу, и кто-то меня встречает из моих знакомых, то, естественно, они понимали, что я беременна, то есть не было такого конкретного скрытия. Единственное, что если я общалась с кем-то по телефону, я не говорила, что я беременная, и я не выставляла фотографии в соцсети, и не снимала видео на эту тему. А видео я снимала все вот так вот по грудь. Я уже хочу скорее вам в полный рост показаться, там повертеться. Вот, и, в общем, вот так, вот так и скрывала. Ничего серьезного. Показать коляску. Девочки, очень сложно показать коляску. Могу сказать, что у меня Verdi Fio коляска, три в одном. Можете посмотреть в интернете. И хорошая коляска, она очень легенькая, но вы ее увидите, когда мы будем гулять. Когда мы будем гулять, я сниму вам коляску, влог какой-то там будет. Сейчас не очень удобно, потому что мы ждем, вот, кстати, когда будет рум-тур, вы все просите, да. У меня есть рум-тур старой обстановки, да. Сейчас же я все меняю, и мы сейчас ждем шкаф вот со дня на день. У меня сейчас полный завал здесь, так что не смотрите особо на фон. Это все переместится в шкаф такой, специальный на заказ мы делали. И потом я приберусь и скажу, наконец-таки, покажу вам свою комнату, какая она стала с колясочкой, ой, с кроваточкой и со всем-всем. Места мало, мы тут изгалялись, как могли. Как я упала? В каком-то из видео в фикс-прайсе я говорила о том, что я упала, но не стала об этом говорить, так как я была биимная, да. Ничего серьезного, не волнуйтесь, я упала, выходя из фикс-прайса, но я упала на колено и на локте, содрала себе, так что с маленьким все нормально. Я упала не сильно, но я больше шок испытала какой-то такой, да, и просто испугалась, заплакала, вот такое было, да. Но это, конечно, страшно. Но, слава богу, все обошлось, ничего серьезного. Я потом вообще перестала выходить из дома, и любимому говорить, а, все, больше не ходи по своим фикс-прайсам. В общем, заставлял меня сидеть дома. Дальше. Такие вопросы. Кто отец? Ты от мужа родила? Замужем ли ты? Значит, первый вопрос. Я отвечаю. Замужем ли я? Я считаю, для меня формальности не супер важные. Мы не официально с моим мужем в браке, но я считаю себя полностью замужем, потому что у меня есть мужчина, который для меня плечо, опора, помощник во всем, морально, материально, во всех смыслах. В общем, да, я считаю, что я замужем в этом смысле. И так быть лучше замужем, нежели иметь штамп в паспорте, а муж облился грушей. Кто отец? Естественно, отец мой любимый человек. И вообще, как вообще мне ответить, кто отец? Я своего мужа не показываю, он не показывается. И это вообще... Давайте оставим моего мужа, и вот этот вот какой-то момент мы оставим за завесой. Мы не будем это сильно обсуждать, потому что блогер я, и я какую-то свою часть жизни буду афишировать. А муж мой не любит этим заниматься и не любит, когда я что-то там про него говорю. Так, ты от мужа родила? Да, от мужа. Кто отец? Он же отец. И да, муж. Мое настоящее имя? И сколько лет? Много задают? Я уже говорила, мне 31 год. Мое настоящее имя Надежда. Но вот вы задаете этот вопрос, я не понимаю, честно говоря, зачем. Напишите мне в комментарии, вот кому интересно мое настоящее имя, напишите зачем. Для чего я придумала псевдоним? Как раз таки для того, чтобы меня так называли, потому что мне так нравится, мне так интересно. Не надо добавляться, кстати, ко мне на вторую страничку. Я там не добавляю друзей. У меня есть специальная страничка, где я общаюсь со своими подписчиками, и я в ней все время тоже онлайн. У меня как бы две страницы открыты, только там я знаю, что я не публикую свои видео какие-то, а на странице с подписчиками я как бы занимаюсь активно там. В общем, все для всех. У меня все как бы понятно. У меня есть ссылка на мою соцсеть для подписчиков. Вот там мы с вами общаемся. Мой мальчик во сне. Во сне. Так, дальше поехали. Есть ли домашние питомцы? Нет, у меня нет домашних питомцев. У меня очень-очень давно был котик еще в детстве. И, короче, мы с братом за ним не убирали. Но мы его очень любили. И в итоге мама его занесла. Может, это мне надо говорить? Ты просто убежал. Да, убежал, конечно. Я знаю, что ты его занесла. В общем, в детстве котик от нас этот убежал. И после этого мы питомцев больше не имели. И я помню этот печальный опыт. За ними нужно убирать. Они воняют, дерут все, шерсть лезет. Короче, я люблю домашних животных, но только у друзей. Люблю их энергетику, очень их люблю. Но не у себя дома. Но теперь у меня ребенок есть. И тем более никаких котят, собак, кошек. В общем, ничего нам не нужно. Чем занимаешься помимо блогинга и пения? Помимо блогинга и пения. Сейчас даже я перерыв сделала в пении. И я занимаюсь сейчас только блогингом. Но основное теперь я занимаюсь своим ребенком. А до этого я хранила свою беременность, когда он был в животике. Вот. В общем, ничем таким не занимаюсь. Ребенком и блогингом. Все. Поверьте, этого достаточно. Работаешь ли ты? Нет, я не работаю. Нравится ли вам снимать видео? Да, я обожаю снимать видео. Особенно, когда у меня на это есть время. Я готова снимать вообще целый день. А потом монтировать, выкладывать. И в ожидании вашей реакции. Вообще, честно говоря, я обожаю это делать. Нравится ли жить в Ростове? Да, мне нравится жить в Ростове. Я до этого 10 лет прожила в Москве. И я любила Москву. И жила там. И мне все нравилось. Когда я переехала в Ростов, мне думала, здесь будет душно мне. И так далее. Но, знаете, я переехала сюда уже беременная. Только, да, вот забеременела. И здесь более спокойный такой город. Здесь есть своя квартира. Потому что в Москве постоянно ты переживаешь за то, что тебе нужно платить за квартиру. В общем, куча-куча всяких расходов. И цены большие. А здесь и родственники, и друзья все мои. И здесь так все спокойно, уютно. Я люблю этот город. И просили меня назвать любимые места в Ростове. Ой, честно говоря, так вот нет любимых мест. Ну, летом, например, мне нравилось гулять по паркам. По всем паркам. Я очень люблю Пушкинскую. Вот еще очень мне нравится. И я люблю всякие кафешки открытые. Не могу сказать, какое место любимое. Потому что прям вот ходить. Ну, Яла. Мне нравится, как там готовят. На театралке, по-моему. Не знаю. В общем, я еще не нашла свои любимые какие-то места. Прям супер. Я люблю все разнообразие. Люблю, где вкусно готовят. Люблю, где красиво подают. Хорошо обслуживают. В общем, московский уровень. Я люблю такие места. Так что, если вы знаете такие места, где вкусно кормят. Потому что очень сложно найти. Пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я обязательно туда схожу. Теперь уже с сынулей. Как вы относитесь к негативным комментариям? Как я отношусь к негативным комментариям? Сначала я вообще никак не относилась. То есть, мне было вот все равно и траляля. Потом, короче, что-то меня начало задевать. Какие-то вещи, когда вообще просто оскорбления там идут. Ну, я поставила, в общем, фильтры какие-то на определенные слова. Потому что я понимаю, что у людей, короче, что-то крыша течет. У них что-то непонятное с головой. Просто взять, насрать в комментарии. И я понимаю, что все необоснованно. В общем, я адекватно оцениваю ситуацию. Я понимаю, что я неплохой человек. Что я не страшная далеко. В жизни все у меня хорошо. И плюс я знаю, что есть такие завистливые люди. Есть просто негативные. Но, скорее всего, все это про зависть. И мне таких людей, скорее, становится немного жалко. Но вступать с ними в дебаты... Иногда я делала такую ошибку. Вступала в дебаты. Это надежда на то, что человек адекватный. Но каждый раз я убеждалась, что не стоит вступать в дебаты. Зачем я это сделала? Мне потом само перед собой неприятно, что я вообще там вот обижаю человека. И как-то с ним начинаю взаимодействовать. Ну, как бы не надо строить иллюзии. Дураков вокруг очень много. И девчонки, кто тоже в блоге пишет. И кому мешают эти негативные комментарии. Я считаю, что вы можете просто заблокировать эти комментарии. И снимайте себя на здоровье. Не обращайте внимания на это все. В общем, у меня сразу блог. Я даже не дочитываю плохие комментарии. У меня сразу блог. И стоят фильтры. Что не выходят определенные комментарии просто на общий обзор. А я нормально отношусь. Никак не отношусь. Я их не читаю. Они, знаете, как с гуся вода. В общем, ничего. Не обращаю внимания. На что снимаешь? Я снимаю на iPhone 5s. Мне очень нравится. Это очень удобно. В какой программе монтируешь? Я монтирую в Pinnacle Studio. Мне эта программа очень нравится. И она вообще, в принципе, единственная, которую я знаю очень хорошо. И у меня даже есть уроки на моем канале. Только они вот в начале, в самом начале. Если пролистать. Я раньше снимала 100 уроков. Но так и не доснимала, не довыкладывала. И думаю, сейчас это никому не интересно. Я не хочу загружать канал свой еще и такими всякими роликами. Ну, какие-то ролики у меня есть. В общем, все можно найти в интернете. А программа, мне кажется, очень простая. Почему ты не заказываешь рекламу у других блогеров? А почему же не заказываю? Я заказывала, когда у меня было там 800 подписчиков, 1000-15 подписчиков. Ну, я вам скажу, что вот эти 16 тысячи, которые сейчас у меня, они пришли благодаря определенному ролику. И потом пошло-поехали, когда я начала просто популярные видео снимать. А от того, что я заказывала, я вам скажу, в общей сложности, ну, может быть, 500 человек пришло. Поэтому это не стоит того. Хотя это хорошо, может быть, что ваша ссылка где-то, да, что вас порекомендовали видео, это как бы идет. Ну, в общем, у меня основная масса пришла на то, что я вот просто снимала популярные видео. Еще вопрос такой вообще меня просто удивил. Можете подарить мне телефон? iPhone или HTC, когда я показывала видео? Ну, нет, конечно, я не могу подарить. Вы, наверное, думаете, что я вообще какой-то олигарх, тут раздариваю чехлы. Чехлы я подарила, потому что у меня их было много, как бы, телефоны, ну, я считаю, ну, как бы, я не знаю, может быть, для кого-то это много, но они стоят денег, мне их проще продать, что за подарить. Я не дочь миллионера, я ценю деньги и веду им счет. Я не делаю такие дорогие подарки. В общем, нет, не могу подарить. И последний вопрос. Ты училась петь или от природы голос такой? Я, конечно же, я училась петь. С самого там детства, я не знаю, но все время я хожу на какие-то кружки, нахожу себе хороших учителей, но все время не получается долго продолжительно заниматься. Ну, в общем, то, что я от всех учителей набрала, по чуть-чуть. От природы я не сказала бы, что у меня от природы какой-то хороший был голос, потому что мама всегда мне говорила не фальшив, она у меня певица. Я пела раньше, когда я маленькая пела в караоке дома или где-нибудь, она все время кривилась. И мне всю жизнь хотелось ей доказать, что я смогу тоже петь, как она. И, в общем, малость занималась, и, в принципе, хороший преподаватель может вытянуть из вас что-то хорошее. Вот. Не опускайте руки, все могут петь, в принципе. И я не считаю, конечно, что у меня супер-мега какой-то голос, поэтому мне приятно ваши комментарии, когда у кого-то мурашки там от песен или еще что-то. Мне это очень приятно. Я равняюсь на очень-очень крутых певиц, и мне до них еще очень далеко. Поэтому, ну так, просто для себя пою. И рада, что вам это нравится тоже. Вот и все, в принципе, мои дорогие, я ответила на все ваши вопросы. Под этим видео вы можете задавать мне вопросы, и я потом сделаю вам новый вопрос-ответ. Пишите. Понравились мои ответы, ставьте лайки. Кто первый раз, подписывайтесь на мой канал. Я рада новым людям. И мы с вами увидимся в следующем видео. С вами была я, Селена Свои. Пока-пока.